итак сергей привет добрый день рад тебя видеть в стенах студии личности ты тут первый раз да я первый раз и по-хорошему впечатлён ну вот прям по-хорошему впечатлён так очень уютно очень по-детски и мне там уже 23 июня случилось 51 год и это да с прошедшим тебя да я такой зашел знаешь такой сразу и так чувствую возраст прямо исчезает прям на глазах очень круто очень атмосферно прям хочется быть немножко ребенком спасибо да это мы стараемся тут воссоздать такую атмосферу чтобы действительно было и тут уютно и интересно я с тобой уже делал одно интервью вот здесь кстати будет ссылочка интересное интервью про то мы говорили с тобой в прошлый раз про игру жизненный капитал про то как можно менять свое мышление вы через игровой способ интересны вот и сегодня тема нашей встречи я предложил тебе и ты согласился это семейный капитал прежде всего хотелось бы тебе прямо вот так вот что называется в лоб спросить вот для тебя лично для тебя поскольку ты все-таки предприниматель инвестиционный консультант и мастер-тренер игры жизненный капитал ты много видишь людей которые пытаются понять для себя что такое они и финансы и как это правильно должно уживаться в их жизнях и вот как ты сегодня на своем опыте можешь вот сказать для тебя семейный капитал это что наверное разделю вопрос на несколько подпунктов потому что есть эмоциональная составляющая есть арифметическая составляющая есть финансовая составляющая вот для меня эмоциональная составляющая фразы семейный капитал это стабильность и спокойствие если семья обладая определенный каким-то капиталом чувствует стабильность и спокойствие в нашем быстро меняющимся мире мире вот тогда я считаю что наверное как бы задача какая-то выполнена теперь с точки зрения там логики семейный капитал она можно разделить на несколько типов семейных капиталов например первый тип семейного капитала это непосредственно капитал как финансовая подушка безопасности это сумма денег который позволит семье прожить следующие 12 месяцев не не работая вот хотя бы вот с этой базы мы можем начинать это говорить о том что в семье появился от резервный фонд и появился предтеча семейного капитала и это первый уровень скажем так того что я считаю семейным капиталом ну а high level это некий капитал который находится в различных финансовых инструментах которые находятся под управлением и в понимании семьи что с ними делать как ему управлять и капитала которого находится вот в этих инструментах достаточно чтобы пассивный доход то есть проценты от пользования этого капитала покрывали общие расходы семьи в течение года месяца ну соответственно отчетного отчетного какого-то периода то есть средний класс в мировой в мировом обществе в понимании там мировых элит скажем так средний класс это не много денег это который ты зарабатываешь это много денег которые у тебя есть в виде капитала то есть вот что то это то что стабилизирует всю твою систему я кстати говоря первое что для себя сделал когда поиграл в игру жизненный капитал это начал формировать финансовую подушку подушку безопасности потому что вот этот вот листочек с которым ты заканчиваешь игру жизненный капитал у меня сразу возникла мысль такая тех кто играют они же на холодильнике его повесили уже давно да но кто давно играет потому что все же очень там красиво фактически фактически вот тут бланк игровой который мы используем в игре жить его капитал это является четкой моделью введение семейного семейного тире бизнесового учета доходы расходы и введение вот создание вот этих инвестиционных запасов резервных фондов финансовых подушек безопасности то есть но там на одной страничке уложены все принципы которые со старта семье нужно брать и просто про это хорошая фраза повесить на холодильнике и точно также его применять ну и по факту наша статистика которую ты сейчас подтвердил говорит о следующем что после такого тренинга игры житей вы капитал если оно проведено сертифицированным хорошим тренером около 80 процентов людей выходят выходят и делают первые шаги вот в какие в этих вопросах мы не говорим о запуске ракет в космос но мы говорим о понятных шагах который человек может сразу же внедрить свою финансовую жизнь и что интересно что поскольку в игре жизненный капитал все происходит достаточно быстро нам уж там быстро проживаем эту жизнь да и мы сразу видим что какие-то очень такие маленькие действия вот это вот как есть до искусство маленьких шагов вот она у она применяется и вот это формирование финансовой подушки я сначала как-то отнесся к этому тоже так ну в игру поиграл да сделать надо но думаю я такая же сделаю но как же она там наверно будет очень медленно происходяем медленно это маленькие деньги неужели это меня спасет неужели я поменяю меня как-то психосоматика моя как-то или изменится вот эти все мысли через запятую не поставить там норма нормального человека они постоянно будут в голове про проноситься но я знаю что сделал я как жизненном капитале я посчитал я посчитал что например вот та деятельность которая занимаюсь последние 14 лет что если бы это работа это педагогическая психологическая практика что если бы я в начале этой своей самой долгой практике до начал бы так вот ну формировать формировать очень слабо вот очень слабо эту финансовую подушку так вот не всегда так как жить жизненный капитал советуют то есть не всегда 10 процентов от дохода откладывать это все то получилось бы сумма там от ну я точно не смог так примерно это где-то ну 200 тире там 300 тысяч гривен и вот они бы сейчас просто лежали и вопрос тогда ну хорошо а если такая сумма если вот все говорят там да что ты собрался там собирать он собрался там ты забыл в какой-то стране живешь ты вообще сейчас собирать он будет сейчас инфляция сейчас доллар туда-сюда хана твоим денежкам и вот я думаю да моим денежкам было бы наверное не раз уже хана но вот эта сумма она бы у меня просто было тебе как детскому психологу будет интересно услышать будет одну историю и и в этой истории вся суть создания вот этих вот резервов которые таки да они не это не про миллионы таки да они не делают из нас илонов масков или рокфеллеров но они совершенно про другое вот эти первые микроскопические капиталы в понимании там мировых например там капиталов надо личных они имеют но грандиозную какую-то такую роль история следующая в конце второй мировой войны это зафиксированный факт в конце второй мировой войны во время наступления американцев на втором фронте они подбирали достаточно много детей войны но наш когда наши наступали мы тоже подбирали но нету таких никто не проводил таких исследований скажем американцы у них получилось следующее они когда начали подбирать вот этих детей же надо было ну как-то них в детские вот эти приемники для дальнейшего распределения там по семьям по детским домам они их там где-то собирали в одно в одно место ну и там их хорошо кормили значит с ними работали детские психологи значит и мультяшки показывали и клоуны выступали ну и чё только там их как не хороводили но дети были асоциальными дети не были детьми дети были зверёнышами они прятались от дневного солнца они не водили дружбу они сбивались какие-то микро стаи и была постоянная вражда там ну агрессия в общем чё только американцы не делали вроде бы ну вот создали микро рай после вот этих ужасов войны для этих детей создали микро рай а дети не превращались в детей и тогда один американский психолог предложил детям брать хлеб из столовой в любом объеме который эти дети захотят сделать ну то есть вот хочешь буханку взять бери буханку хочешь три кусочка хлебушка брать бери три кусочка хлебушка и детям разрешили выносить со столовой еду ну хлеб самый дешевый продукт хлеб через три тире семь дней дети превратились детей они начали смеяться они начали дружить они начали реагировать на какие-то социальные вещи они начали учиться они начали быть детьми они начали развиваться психологи задумались а что произошло вообще-то ну извините три корочки хлеба это вообще это же смехотворно и когда они начали копаться они выкопали следующую вещь первая вещь для подсознания нашего важно понять что мы проживем завтрашний день и вот если он подсознание наше понимает что мы проживаем завтрашний день у нас на это все есть мы можем заниматься сегодняшним днем и мы можем радоваться сегодняшнему дню а если мы не знаем будет ли у нас завтрашний день тогда все внутренние силы направлены на то как прожить выжить в завтрашнем дне и вот эти вот небольшие запасы читаем финансовые подушки безопасно у них были хлебные подушки безопасно да далее ребенку понимание проживание одного-двух дней и когда ребенок успокоился потому что он проживет и завтрашний послезавтрашний день ребенок проснулся ну вышел из этого кокона а тут солнце светит тут прекрасные люди есть я хочу быть ребенком давайте дальше я буду дальше развиваться то есть вот три кусочка хлебушка тире небольшие денежные запасы для нашего подсознания я как психологу это четко понятно да у тебя будет завтра все хорошо а завтра будет все хорошо сегодня я могу что-то экспериментировать что-то делать развиваться творить до рисковать я могу сегодня потому что завтра я четко уверен что у меня будет все хорошо и вот эти вот микроскопические как нам кажется деньги они не про миллионы они про стабилизацию психологии человека психики человека чтобы он стал человеком творческим развивающимся стремящимся куда-то то есть а вторая часть психологии которые копнули американцы атака почему же дети вроде бы не так условно в кавычках в раю жили все было хорошо почему же это не успокаивало и выкопали следующую штукенцию у детей в жизни был факт когда вот такое прекрасное детство закончилось мгновенно то есть у них была уже они травма выучена травма да то есть было хорошо папа мама покормили дети играем нету ничего не папа не мама не покормили голодаем и всякие ужасы войны и подсознание говорит денис ты считаешь вот это все хорошо не верь этому вообще иллюзия на потому что и завтра этого всего не надо не верь готовься пережить завтрашний день ты тогда не был готов пережить завтрашний день вспомни как ты страдал на теперь переносим это же самое на взрослых а у нас в нашей жизни такое было но меня рождано меня поразило меня поразило как вот известный тебе также радислав гандапас написал книгу в с авторстве с эдвардом дубинским про тоже про финансы и про то как правильно с ними обращаться и он в одном из своих видео признался что у него была такая ситуация что он так размышляя с этим эдвардом дубинским беседуя но тут ему задал вопрос а радислава у тебя все там как бы ну в порядке да он говорит что радислав говорит если завтра со мной что-то случится мои дети выйдут на паперть с протянутой рукой так это простите радислав гандапас это человек который у которого зарезает харизма за разливные да да это человек который да там стивы на кове вдоль и поперек цитирует и использует и обладает множеством и таких вот интересных знаний делается курсы но вот эта часть она просто что называется ну не прокачано ну просто не прикасался он на тот момент сейчас то понятно он сделал правильные выводы как психологу будет понятно следующий месседж существует ну определенные внутренние установки они формируются на протяжении жизни особенно в детстве есть люди которые заточены на сохранение денег есть люди которые более заточены на приумножении денег ну то есть два навыка это два два психологических портрет забыл третий мой навык люди которые заточены на то чтобы тратить деньги это мой навык тратить но ты же и генерируешь ну да марина и проактивный парень не надо на голову пеплом посыпать короче не верю да я смотрю на вот это то что вы сделали твоим своими руками как дела твоей жизни но много людей в нашем мире этого не делает поэтому ты как раз человек с лидерской позиции которые заточен на новое на креативное на развитие да и как раз ты хорошо сказал эти люди у них как раз вот это из-за того что вы прете ну по по жизни вы особо и не считаете ну как бы мы мы все любим тратить да если посмотреть в крупных компаниях на психотип руководства ну в высшего эшелона в крупных компаниях то например генеральный директор это всегда проактивный парень который захватывает мир выводит новые продукты борется с конкурентами и он всегда тратит деньги он заточен на результат и он заточен на то чтобы вкладывать 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 деньги это у него прокачан более ну как бы психотип вот этого зарабатывать большие деньги а его финансовый директор это нудный парень который ни во что не верит который говорит не 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 обижать мы не будем давайте посчитаем резервы а сколько у нас в фонде в таком-то и у него там а давайте карту рисков составим на 500 миллионов вопросов да да это у него другой психотип он заточен на сбережение он бдит он бдит да то есть на самом то деле вот два таких психотипа в крупных компаниях можно одному много денег платить и другому много денег платить а у нас с вами в нашей жизни ну как бы нам а этих двух абсолютно разных людей нужно посадить себе в мозг на самом-то деле да и что я рекомендую всем просто эксперт носили навык по зарабатыванию больших денег или увеличение своего дохода это навык который прокачивается вот десятилетиями да потом смотрим хороший пример гандапаса он уже на протяжении последних там не знаю 15 лет он прет да вот это и и он постоянно что-то придумывает и куда-то планку повышает и так далее и так далее поэтому вот навык прокачивания увеличение увеличение своего дохода это навык на котором надо будет фокусироваться практически всегда а вот навык сохранения денег он очень короткий навык его можно сформировать за один год одна игра привела к тому что ты начал этот навык формировать я уверен что из в этом навыке уже у тебя сформированы 50 70 необходимых компетенций до откладывать деньги резервировать их сейчас мы с тобой поговорим у тебя появится новый навык куда их складывать эти деньги да то есть это второй вопрос а что с ними делать я научился откладывать что с ними делать но тем не менее навык создания вот этих резервов навык создания удержания капитала он короткий навык он не длинный навык там два три притопа три прихлопа ну грубо говоря три-четыре компетенции три-четыре каких-то алгоритма и человек и человек может на протяжении всей жизни потом этот навык как базовый использовать а потом на этом навыке можно уже строить космодромы и запускать свои ракеты параллельно и зарабатывать много денег чтобы не происходило следующие вещи мы много зарабатываем много тратим и у нас остается помнишь у нас в игре были доходы расходы свободные деньги до zero вот чтобы sd zero не оставалось необходимо вот этот навык сохранения сбережения в принципе в принципе я как эксперт я являюсь как раз экспертом и партнеры с которыми я работаю которых я обучаю мы для себя взяли нишу в в мире в нашем именно формирование вот этих первичных навыков создания капитала пусть миллионерами занимается гандапаст да но это его задача да а мы будем формировать у пересечного громадянина вот этот первичный навык создания капитала к сожалению в нашей стране этим никто не занимается уж у нас уже успешный успех ну везде и всюду да а в мире этим навыком занимается две институции институция школы институция семья сам понимаешь что в нашей стране институция семья сама не обладает этим навыком да у нас нету десяти поколений людей которые тренировали этот навык от бабушки дедушки потом и нам передали нету то есть у нас с семнадцатого года, но произошло то, что произошло, и у нас вот это формирование, а можно сказать, что с девяносто пятого еще усилилось, когда люди потеряли, обожглись, вот это у них было, как для этих детей, Вторая мировая война. А все прекратилось мгновенно, и теперь эта боль не позволяет нам какие-то более-менее осмысленные поступки с точки зрения финансов делать, да? Все. То есть у нас такая достаточно тяжелая ситуация в стране с точки зрения психологии принятия решений именно базовых по финансовому. Многие у нас, у нас страна, которая умеет зарабатывать деньги, ее надо научить деньги сохранять. Вот наша задача, как команда, да, и меня, как эксперта, это первичные знания простых людей, у которых ни миллионы, ни миллиарды, да, но вот как, с чего начинать и как делать? Ну, хочу сказать по своему опыту, что когда ты начинаешь формировать финансовую подушку, и у тебя появляют, и это действительно выглядит смешно, и это все какие-то маленькие цифры, микро, как ты сказал, микро-микро, все это не как-то прям вообще, то интересно становится, когда появляются 2-3 зарплатки. Сто процентов. Когда 2-3 зарплатки у тебя лежат уже там, и ты такой, хм, то есть реально, 2-3 месяца я могу вообще? Да. А, это уже интересно. И ты начинаешь, ну, у меня так, потираешь руки, и говоришь, все, мы продолжаем, мы продолжаем, отлично. Следующий вопрос хочу тебе задать. Как, мы, кстати, уже, наверное, на него ответили сейчас, и я просто думаю, может, что-то ты добавишь. Как сегодня можно выгодно заботиться о финансовом будущем, если ты не владелец заводов, пароходов? Это вот, мы уже, наверное, много об этом сказали, да, это искусство маленьких шагов. Начни хотя бы с финансовой подушки, ты уже поймешь, что реально книжка «Сам богатый человек в Вавилоне» про тебя тоже может быть. Вот здесь есть, я хочу привести несколько примеров, потому что мы поговорили взагали, как о принципах, да, теперь нужно в конкретику идти. Да. А конкретика следующим образом, да, там, неделю назад, или 2 недели назад, ко мне пришел парень, ему 22 года, попал на игру, на тренинг, житевый капитал, поиграл, попросил у меня дать ему консультацию, пришел на консультацию и начал показывать, как он ведет сейчас в семейный, свой финансовый бюджет, он пока один, ну, в смысле, нет у него еще семьи, как он ведет, он из села, там, из деревни, и он как ведет свой финансовый бюджет, он зарабатывает, там, 10 тысяч гривен и откладывает 4, этот парень, и он уже съездил два раза на зарубеж, в Германию, поработал, и создал себе финансовую подушку безопасности в размере 5 тысяч евро, этот парень, да, я смотрю на него и, честно говоря, вот так говорю, слава Богу, что в нашей стране появляются такие люди, то есть, этому парню, жизнь его научит, и мы его научим зарабатывать большие деньги, но у него уже есть этот навык, да, 10 тысяч гривен и 4, и 4 он уже откладывает, причем, а я говорю, откуда, у тебя в семье такое, он говорит, нет, у меня семья обычная, у меня сейчас семья там в глубокой же, и они у меня еще деньги просят, типа, помоги, то есть, семья обычная, у семьи нет такого навыка, а у этого парня появилось, я говорю, каким образом, мне важно вот этот момент, принятие решения, он сказал, когда-то я поговорил с человеком, и он сказал, если хочешь там жить спокойно и развиваться, создать хотя бы небольшой резерв, и человек, скорее всего, был для него лидером мнения, и он, скорее всего, просто на верочку, ну, то есть, без доказательств, типа, пацан сказал, надо, значит, сделать, и он это начал делать, и вот, он повторяет твои же свои ощущения, я стал спокойнее, это мне начало дровить, мне понравилось, да, я, как бы, все, 10 тысяч гривен в месяц, и человек, да, это же очень, возможность, очень скромная зарплата, очень скромная, очень скромная зарплата, и второй пример, приходит ко мне IT-специалист, с зарплатой 4 тысячи долларов, и говорит, ну, не хватает мне немножко, там, в месяц, пора менять компанию, да, пора менять, менять компанию, там дороже заплатить, там дороже, я говорю, пора мозг чуть-чуть менять, ну, потому что, я видел разные примеры, да, вот, я тебе пограничные вещи сказал, да, у людей, соответственно, вот этот момент, откладывание, создавание этого резервов, это не про формулы, 10 процентов от своего дохода, каждый может посчитать, да, седьмой класс, или пятый класс, я не знаю, когда проценты там учат, да, да, и это просто в понимании, зачем это тебе надо, в вере, то, что это тебе надо, в навыке в каком-то, неосознанном, то есть это то, что будет, должно делаться автоматически, да, и у этого молодого человека в 22 года, он уже сформирован, и его уже не остановить, он будет больше зарабатывать, он будет соскладывать себе эти резервы, и мы видим успешного, с точки зрения, ну, нашего общества, финансовой грамотности, с точки зрения денег, зарабатывания денег, активного дохода, экспертов в IT-отрасли, у которого к сегодняшнему дню ноль резервов, ноль коммент, да, поэтому, обращаясь сейчас через тебя, в этом интервью, я хотел бы сказать, что, ребята, в нашей стране достаточно инструментов финансовых, в нашей стране достаточно прописаны, уже исполняются законы, которые охраняют наши капиталы, да, наша задача, используя простые, понятные инструменты, начать что-то делать, да, эта система может усложняться до бесконечности, но надо пойти в начале, в первый класс, да, в первом классе, это про резервы, про простые, понятные вещи, да, 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 это действительно, как такой, как, must have, как такой минимум, да, который просто, вот, ни к чему не обязывает, все могут начать с этого, все, все могут начать с этого, все могут начать с этого, причем, я даже больше хочу сказать, я, поскольку, еще раз повторюсь, у меня как-то больше, так вот, хорошо развит навык тратить, так вот, активно, я себя в этом плане немножечко, скажем так, чтобы получалось формировать вот это, я тоже себе хитрость придумал, чтобы себя обыграть, лайфхак, давай, делись, Денис, я просто на своей, поскольку все время, последнее время рассчитываюсь везде картой, вот, я себе поставил вот эту вот скорбничку, ага, очень все просто, то есть, деньги на карту я кладу, постоянно там я ее пополняю, постоянно я пополняю, и как будто не я, как будто не я, как будто не я, да, это ключевое, да, ну, я говорю о той ситуации, когда себя вот сложно к этому подготовить, навык, то есть, вот если просто взять в руки эти деньги там, положить на стол и сказать, десятую часть я сейчас, нет, 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 я нет, я нет, вот, не знаю как ты, а я точно нет, поверь мне, ну, подождите, ну, ну, почему же, ну, как же, где же, может быть, все-таки как-то, это же лучше, сегодня, завтра мы уже не думаем, то есть, у меня есть такой барьер, вот, мне прям было сложно, я придумал, пожалуйста, деньги я кладу, и там берется кусочек, автоматически отсекается, автоматически, и потом, в какой-то момент я туда заглянул, а, ну, так это уже получается 100 евро, а, ну, так, все уже, а я не заметил, да, так, а там еще и так устроена, система у нас прекрасно, в приватбанке, что эта скорбнычка, она там в гривне формируется, и там на нее еще процент начисляется, то есть, ты уже как бы нехотя, никто тебя не просил, и никто тебя не заставлял, мало того, что ты отсекаешь процент, который ты захотел сам, и запрограммировал, так у тебя еще и депозитный вклад, как бы, есть, да, я понимаю, что это, это я к тому, что, с чего можно начать, да, потом дальше станет понятно, что, например, это не те проценты, или, например, станет понятно, что лучше еще там, эту скорбнычку, например, переполовини, часть уже в валюте там держать, это все уже потом, вот этим вот маленьким кейсом, ты запустил первый закон, или принцип создания капитала, который прописан в книжке «Самый богатый человек в Вавилоне», первый принцип – заплати себе сам, ну вот автоматически ты начал платить себе сам, создавая вот этот капитал, да, это первый принцип, а второй принцип – пусть ваши деньги станут вашими рабами, и ваши рабы начнут приносить вам деньги, да, депозит – это твой раб, деньги, которые лежат на депозите, это твои рабы, которые уже начинают приносить деньги, причем у Клайнстона не написано, что ваши рабы должны вам приносить много денег, он говорит, они просто должны, они не должны не работать, то есть деньги, которые лежат у тебя дома, ты раб их, потому что ты… Ты боишься, что ты их потеряешь, ну у тебя куча там всего, боишься потерять, время от времени пересчитать, как бы ух мало, ух много, и так далее, и так далее, ну там кто кем управляет, еще там второй вопрос, скорее всего они нами, а вот деньги, которые хотя бы под очень небольшой процент банковский находятся на депозите, это уже точно твои рабы, и они уже точно работают 24 на 7, они уже точно приносят тебе деньги, все, два основных принципа книжки «Самый богатый человек в Вавилоне» ты уже в своей финансовой системе внедрил, поздравляю. Просто, еще раз повторюсь, одним движением, одним движением, просто одну галочку, там просто в настройках в этом приватбанке полазил, там нашел, и все, ну да, у меня психологически, вот мне было сложновато, я проверял, я же пробовал сначала бумажные отложить, мне как-то так, мне как-то так, знаешь, ну вот они мои, чего я должен, вот, тем не менее, следующий вопрос, я всем предпринимателям очень сильно советую, вы своим бухгалтерам скажите, которые вас сопровождают, но я, например, своему бухгалтеру так и сказал, говорю, «Юля, пожалуйста, я буду максимально стараться, что все платежи проходили в белую, по всем услугам, ты даже мне не говори сколько, ты просто создай отдельный субсчет, из которых, из этого потока, ты какой-то процент туда просто переводи, и все, то есть, либо система сам себе на привате поставил, либо система внешний эксперт, а-ля бухгалтер поставил, но все равно ты создаешь вот эти системы, чтобы автоматически какой-то процент туда уходил. А слово автоматически я полюбил после игры «Жизненный капитан», потому что там это вообще классно, там это красота, и ты смотришь так, берешь резиночку в очередной раз, там карандашиком вытираешь, что-то дописываешь, и настроение твое улучшилось. Свободные деньги увеличились, и эндорфины пришли, и тебе уже нравится это дело. Да, это просто здорово. Когда ты в реальной жизни смотришь, и у тебя ничего не меняется, капитал не растет, свободные деньги не меняются. Ну такая, знаете, депрессивная картиночка. Причем он будет расти, если ты достанешь их, пересчитаешь, и от себя оторвешь кусок, и туда как бы доложишь. Мне вот это не подходит. Нет, я сразу говорю, мне это нет. Это эмоционально для меня сложно. Очень важный момент перед следующим вопросом, смотри, вот задача, какая задача стоит перед человеком, и какая задача ставлю я перед собой, как эксперту. Нужно создать такую систему создания капитала, чтобы она была мотивационной, для человека, и комфортной. Потому что, к сожалению, сегодня на рынке в основном давлеют методы концлагеря и гестапо. Типа зажмите себя, уменьшите, где деньги, фонарем в морду, понимаешь? И когда мы начинаем создавать такую систему, происходит внутренний бунт и отторжение. И ты стараешься, и ты подсознательно пытаешься с этой системы спрыгнуть. Да. Поэтому можно лучше дольше осознавать, осмысливать, тестировать, но лучше для каждой семьи выстроить вот эту вот систему, когда семье было бы комфортно это делать, и она получала бы еще и внутреннюю мотивацию на каждом этапе, на каждом шаге это делать. Вот если нам это удается создавать в семье, тогда мы создаем саморазвивающуюся и самомотивирующуюся систему. Я против того, чтобы эксперт был костылем в жизни человека. Ну, типа, чтобы он был рядом и постоянно там плеткой тебе хлестал и говорил, а ты же этого не сделал, а ты же этого не сделал, а ты же не положил. Нет. Да. Это значит, нет внутренней мотивации. Тебе надо внешняя мотивация для того, чтобы это делать. Неправильная система, неустойчивая система. Ну, да. Пока есть внешняя мотивация, а и она достаточно, чтобы внутреннее сопротивление там подавить, у тебя работать будет. Как только она сравняется или вырастет, или исчезнет, все, система рассыпается. Да. Поэтому задача совершенно другая. Внутренняя мотивация, и тогда этой внутренней мотивации хватит на длинный марафон. Да. И это очень похоже на работу психолога, потому что, когда клиент приходит на консультацию, если я ему буду выдавать пачку готовых решений, то фактически я буду ему диктовать, как ему жить. И это не будет исходить от него, а я должен помочь ему найти внутри себя тот ресурс, который ему просто потом поможет выйти из той ситуации и решить ту ситуацию. Ставлю лайк. Я ставлю лайк. Спасибо. Ну вот, правда, это очень прохоже. Я больше, Денис, я тебе больше хочу сказать. Да, то есть я сейчас считаю, при том, при том, что я являюсь экспертом инвестиционным, да, и моя основная, и я бизнес-аналитик, и я про цифры, и про логику, но я считаю, что на сегодняшний день создание вот этих базовых навыков это только про психологию. Да. Там очень простые финансовые инструменты, там очень простые финансовые алгоритмы, но там очень сложная базовая психология. Ее нужно поменять, для того, чтобы человек смог этим всем воспользоваться. Потому что, если в голове не произошел щелчок, можно сколько угодно знать и ничего не делать. Да. Логично? Да, и вот этот щелчок очень здорово производит в вашей голове игра жизненный капитал, потому что рассказывать можно много. Вот когда ты сидишь там, опять же, самый богатый человек в Вавилоне, вот она на меня подействовала как, ну, уже... Мотивационная, да, там. Да, она мотивационная, ух ты. Но именно после игры в жизненный капитал, когда ты прожил, я начал вот то, что тебе я рассказал, а не после книжки. Книжка не включила меня, она классная, мне много про нее рассказывали, я ее, можно так сказать, мне ее жена подарила на день рождения с другими книжками, там несколько книг подарила классных, и я прям их захотел прочитать, потому что мне было интересно. она подбирала как-то для меня этот набор, я его хотел прочитать, но вот именно жизненный капитал включил. Тут через запятую просто уточню, смотри, вот жизненный капитал это инструмент, он в принципе продается в онлайне, в магазине, в нашем интернет, и я бы так сказал, сегодня вот такой эффект, о котором ты говоришь, дает только работа с сертифицированным экспертом, ну тренером, да? Да, конечно. Потому что я очень серьезно отношусь к подготовке тренеров в моей школе, ну я автор методики, и я очень серьезно к этому отношусь, потому что я понимаю, что мы создали мощнейший инструмент, он может быть ядом, да, а может быть лекарством, и все зависит от того, кто и как его применяет, ну это да, понимаешь? Поэтому я бы тоже обращаюсь сейчас к зрителям, есть пул тренеров по Украине, которым я доверяю полностью с точки зрения проведения таких тренингов, таких игр. Они работают в идеологии и философии первичной, а не искаженной, которые были созданы и заложены авторами этого, значит, продукта. Поэтому перед тем, как вы к кому-то идете, отзыв, это хорошо, еще попросите, чтобы они вам сертификат показали за моей подписью. А это было бы вообще замечательно. Ну да, это, конечно, было бы идеально. Честно сказать, это было идеально. Ну потому что, ну я не могу, люди мне там недавно с одного города написали, говорят, а вот мы поиграли, и ничего как бы, и вообще никак, что вы тут говорили, что это прям мега супер, там, житевый капитал. Я говорю, у кого играли? Да вот это, что это за человек? Ну я его не знаю, у меня в списках учеников нет. Я говорю, хорошо, давайте, вот едите туда, это в вашем же городе, и поиграйте там. Люди пришли, говорят, это вообще две разные игры. Игра одинаковая. Игра одинаковая. Да, игра одинаковая. Но человек, который прошел наше там шестимесячное обучение, шестимесячное, он понимает глубину, он понимает вообще, что там вообще заложено, потому что в игре нет ни одной фразы, ни одной карточки, ни одной строчки в этом бланке, под которых бы не было легенды, истории, философии, связок, корреляции с реальным миром. Ну как это, как это можно купить и сделать? Но это не работает. Да, согласен, согласен. Поэтому обращать на это внимание стоит. Это на это внимание стоишь. Потому что, да, потому что я тоже поддерживаю, потому что то, что я сейчас рассказываю, этого тоже может не произойти у вас, если вы сыграете у просто случайного человека. Просто так, просто случайного человека. Просто не произойдет. И потом будете пересматривать, потом будете комментарии писать, что рассказывают тут сидят. Поэтому и умничают. Да, умничают. Сергей, следующий вопрос У меня, знаешь, вот Слово страховка вообще Вызывает такое Печальное Печальное слово страховка И мне на самом деле не хочется Даже как-то его употреблять Но я не слышал Убеспечение життя Обеспечение життя А это намного лучше звучит Так это более правильная идеология Это не про страх У меня всплывает сразу фильм «День сурка» Когда он встретил своего бывшего школьного товарища Который стал страховым агентом И он ему, значит, там Он ему там предлагает Что-то и тот В один из дней, осмелев Просто дает ему в нос кулаком И вот это вот пиковая просто точка Но дело в том, что Я тебе хочу задать вопрос все равно Про медицинскую страховку Потому что я услышал Какие-то сумасшедшие Невероятные цифры Которые с реальностью Как будто бы и не связаны Не сильно связаны Да Как бы не в нашей стране Да, не в нашей стране Да Но мне сказали Что это говоришь ты Да То есть человек не придумал А он говорит Это я вот у Сергея Приобрел такое Я говорю Ну не может такого быть Ну подождите Я на самом деле Вот недавно Месяца три назад Стал ежемесячно там Участвовать в какой-нибудь Благотворительности Я очень давно хотел Тратить миллиарды Своих долларов На благотворительность И запускать большие Благотворительные проекты Вот Но потом Прочитав Парочку книг Про искусство Маленьких шагов Про силу привычки Я понял Что это все прекрасно Но начинать Можно уже сегодня И с других Правда Цифр Вот И я В основном Те люди Которые Я там Перечисляю деньги Это люди Которых У которых Ребенок Ну наверное Поскольку у меня Тема Детско-родительские Семейные отношения Ну да У меня Я так реагирую На вот эти истории Да Где ребенок Попал в Ситуацию С онкозаболеванием И Срочно Мама Обращается Во все эти Благодарительные фонды Сила фейсбука Помоги Сила инстаграма Спаси И Каждый Сбрасывает Что Может Я в том числе Но Расскажи Об этих Сумасшедших цифрах Которых О которых Тебе известно Что это такое Моя любимая Больная тема Моя любимая Больная тема Я видел ты в фейсбуке Где-то уже тоже Моя любимая Больная тема По этому поводу Значит Вот этот парень Из дня сурка Да К сожалению Сегодня Основная модель Продажи Страховых Страхового продукта В Украине Такая Вот которую мы там Видели в дня сурка Прям Вот прям такая Агрессивная Но подожди День сурка Это фильм снятый Лет 30 назад Ну а кто сказал Что мы Молодая страна То есть То что Америка прошла А мы сейчас Только проживаем Эти все вещи Поэтому на сегодняшний день Модель Я не хочу сказать Про все Но я хочу сказать Про доминанту Я хочу сказать Что 80-90% Сегодня Людей Которые занимаются Страхованием Продажи страховых продуктов Втюхиватели Ну вот эти вот Агрессивные Втюхители Которые за вами бегают И говорят Тебе надо Купи Тебе надо Они говорят Хорошие вещи Но у вас в голове Не складываются Никакой картинки Ну потому что Иногда там Манипуляция Открытая Присутствует И это неправда То что они там Говорят Ну то есть Там много чего Это такая большая Болезненная тема Ну да А на УП технологии Никто же не отменял Да Ими же пользуются Хотя это прекрасный Мощный продукт То есть первое Надо понимать Что сегодня Очень низкое качество Консультирования В Украине По этому вопросу И это вторая Моя там Миссия Задача И например Вот в В национальном Проекте по финансовой Грамотности Который уже идет Полтора года И который Двинули Три мощнейшие Структуры Фонд гарантирования Вкладов Физичных лиц Наша Громадская Организация Девилл Викум Партнер И университет Банковского отдела То есть Мы объединились В три Этих Институции Для того Чтобы запустить Национальный проект И одним из Проектов Подпроектов Национального проекта По финансовой грамотности Создание И обучение Десяти тысяч Финансовых Семейных Консультантов Семейных Советников Семьи Которые бы Не в Тюхивере А давали Грамотные Комплексные Вот эти вот Консультации То есть Это одна из задач Улучшение Качества Обслуживания Людей Потому что Скорее всего Из-за того Что нету Этого понимания Нету И действия Опять же Возвращаемся Инструмент есть Блок Психологический И мы туда не идем Пока что Этот блок Пробивается НЛП Практиками Или Продавливают Пропушивают Продают На Как бы На энергетике Да А надо Переходить К экспертному Методу Результат Будет Совершенно Другой Перед тем Как я скажу Цифры А они Тебя Действительно Поразят И всех Поразят Мы должны Понимать А зачем Нам страховой Полис Вообще Зачем Он нужен В системе Опять же Он сам По себе Не интересен Он интересен Только в системе Это отдельный Разговор Но у него Есть две Самых Главных Функции Страховка Не защищает Человека Никогда С человеком Про защиту Человека Нужно договариваться Ну Там Да А страховка Защищает Деньги Человека От нецелевого Использования Ты создал Денис Капитал Ну да Финансовую 200-300 тысяч Да И не дай ваше В твоей жизни Происходит Такой форс-мажор Связанный Со здоровьем Который требует Финансовых Каких-то Вливаний Что ты делаешь Ты идешь Распечатываешь Распечатываешь Сундучок Да И решаешь вопрос Если у тебя Этого сундучка нету Ты махаешь Кредитной карточкой Решаешь вопрос Если этого нет Идешь По миру И Сила Фейсбука Помоги Сила Фейсбука Помоги А что в этот момент Происходит В этот момент Ты взял Из своих рабов Которые приносят Тебе деньги У Клейнстона Вот этом Самом Богатый человек Вавилоне Не написано Что эти рабы Должны тебе еще И хранять Не Они должны тебе Денег принести Да У них очень Они однозадачные Капитал Должен генерировать Капитал Да Рабы должны Приносить деньги Деньги должны Делать деньги Все Вот это их задача Да Если мы когда-то Хотим прийти К тому капиталу Семейному Который позволит Нам жить Финансово Свободными Задача капитала Делать капитал Да И значит Мы его должны Охранять Этот капитал От нецелевого Использования А нецелевое Использование капитала В том числе Наше лечение Да То есть Мы вложили Кучу времени А ты сам Уже почувствовал Что первые шаги Самые трудные Первые шаги Самые Ты к принятию Этого вопроса Шел 15 лет Ну условно говоря Да Кстати да Это 15 лет Принятия Этого Как Системы В своей жизни Это много И так все идут Это ж ты же Не уникальный парень Ну у таких 99 процентов У нас в стране Охотелось Охотелось бы Да Ну Работаем над этим Работаем над этим Мы хотим Вот как раз Дети Это один из наших Таких проектов Мощных уже Чем раньше В голове Этот тумблер включим 22 года Парень Для меня это образец Да Для меня это образец Вот я хочу Чтобы в 22 года 90 процентов Нашей молодежи Имело Умело И делало Со своими капиталами Пусть это будут Микроскопические капиталы Но это их капиталы Которые будут их стабилизировать Это просто Ну Аж мороз похоже Да Соответственно Страховка должна защитить Деньги человека От нецелевого использования Если что-то случилось Страховка должна Компенсировать Эти деньги А деньги Которые мы С тобой отложили В капитал Которые Работают Должны продолжать Работать Вот его задача Почему вся Америка И вся Европа Перестрахованы Они этот принцип принимают Не верю Не верю Не хорошая карма Плохая карма Смотри Сергей Давай так Финансовую подушку Откладывать Парню у которого 10 тысяч Просто есть же семьи Где тоже мама Папа получают Примерно так же По 10 тысяч Им финансовую подушку Откладывать Это действительно Ну что называется Ну такое знаешь Напряжение Усилие Это такая работа Как бы над собой И тем особо будет Опасно И неприятно Терять эту финансовую подушку Они такой Ценою отложили Абсолютно правильно То есть Ладно ты к какому-то Программисту Там мозг Вправил Он начал Из этих 4 тысячи долларов Наконец-то Давай с малого 200 долларов Начал просто в месяц Кидать просто в банку И потом эту банку В конце года открыл И сказал 2 400 Да То есть это пол зарплаты Как бы почти Даже больше То есть А через год будет ЗП А что я по 200 баксов кидаю Буду по 300 То есть у него что-то такое Да Но семья Где мам, папа По десятке зарабатывают Это семья Которая будет с трудом Они будут как бы Поначалу от себя отрывать Эти Абсолютно И потом вдруг Надо всем расстаться Да Поэтому вот Страховка Это первое Она защищает Деньги человека От нецелевого использования Да А в нашей жизни Вот эти вот истории Которые ты рассказываешь Там даже никакой подушки не хватит Извини меня Да Серьезные предприниматели Продают бизнесы И закладывают квартиры Для того Чтобы лечить себя Или своих детей Потому что ценники На эти лечения 50 тысяч плюс долларов Чтобы начать бороться Не говорю там Победить Чтобы начать бороться С этими вещами Да Вторая задача Страховки Это защита Защита Зоны ответственности Своей Ну то есть У каждого из нас Есть некая зона ответственности Зона ответственности Например У папы С мамой Их малолетние дети То есть Пока эти дети растут Мы за них отвечаем Так вот Страховка должна обеспечить В случае каких-то Фатальных Тотальных проблематик Она должна обеспечить Тот уровень Семьи В которой семья Привыкла жить То есть И тогда семья Получив Компенсацию За потерю Одного из банкоматов Семьи Такое тоже может случиться Продолжая жить Точно так же Как она привыкла жить За два года Это статистика Которую дают американцы За два года Она адаптируется К изменившимся положениями И остается На том же уровне Социального потребления Она не опускается ниже То есть Задача Страхового полиса В случае форс-мажора Не дать семье Просесть Просесть В социальном Слое Средний класс Бедняки Да Понимаешь? Да Вот это ее задача Все вот эти две задачи Если страховка решает О Все нормально Теперь к цене Цифры Теперь цифры 30 евро В год Для того Чтобы получить Страховой полис На ребенка По онкозаболеваниям В размере 300 тысяч евро Так Это вообще Да Это сейчас вот Говорит Сергей Вага Да Финансовый консультант И знаете Я сейчас скажу Очень жесткую вещь Я писал это В фейсбуке Я не помогаю Родителям Которые Ну попали В эту ситуацию Я понимаю Что к ним приходили Страховые агенты Даже втюхиватели Но Нужно было бы Как-то более внимательно К этому отнестись Или на сегодняшний день Нам нужно Приложить максимум усилий К популяризации Этой информации Потому что на сегодняшний день Я считаю Что 30 евро На своего ребенка В год Мы можем Себе позволить Но там есть еще другая Интересная информация Я слышал Да Хочу проверить Да А если я Застрахую себя От онкозаболевания То там моему ребенку По-моему вообще бесплатно Да И сколько же стоит Меня застраховать Смотрите Вот я сейчас говорю О совершенно конкретных Таких программах Минимальная стоимость На взрослого 130 евро в год 130 евро в год 130 евро в год И если семья Папа-мама Берет такой договор То дети Получают Такие программы Бесплатно Ну то есть Можно за За 260 евро В год В год 260 евро в год Мы получаем На всю семью Страховые полюса При защите 300 тысяч евро От онкозаболевания На всю семью Ну Ни о чем Понимаете Эта цифра Ни о чем Так Кто этим занимается Кто это обеспечивает Сейчас я еще Это минимальный пакет Есть еще Средний пакет 250 евро Взрослый И 50 евро Ребенок И есть еще Максимальный пакет 500 евро Взрослый 130 евро Ребенок 500 евро Взрослый 130 евро Ребенок Или бесплатно Это защита Это защита На миллион Евро Это лечение Во всех Самых крутых Больницах Которые Занимаются Этими заболеваниями По всему миру Туда Кроме онкозаболевания Входит и опухоль Головного мозга Доброкачественные А у меня Так случилось Что за последние Два месяца Именно у близкого Круга Случилась Взрослая И детская Опухоль Головного мозга Я знаю И инвойсы Ценники 43 тысячи евро Минимум В индополож В хорошей клинике Шеридан Немцы Которые говорят Все будет хорошо Но 43 тысячи евро Это Шарите Шарите В Афгеноване Сори Сори И Ну 43 тысячи евро Может положить Любой бизнес Мгновенно Да Ну я не говорю О миллионных бизнесах Но средний Малый бизнес Если вам надо Вытащить 43 тысячи евро Положит вас По-любому Да И цена вопросов 500 евро в год И у вас И пересадка Жизненных важных Онгранных И инсульты И инфаркты И вот эти все Опухоли головного мозга И онкозаболевания Всех типов Вот это все В этом пакете На миллион евро И сколько нужно Будет потратить Компания будет тратить То есть подожди Просто интересно Что Самое же Самое же Что интересно Что получается Что человек Который не является Как когда-то у нас говорили Владелец заводов Пароходов Да Уже сегодня Может учиться Уже сегодня Если не дай бог что Может лечиться В Шарите Там где Навальный лечился Там где Кернеса нашего Лечили Мэра Харьковского Да Сегодня 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 такое В Украине существует Работает уже Более полутора лет Это новые программы Такие они появились Недавно Но вот Полтора-два года Как такие программы Уже в Украине существуют Ну и надо И тут Надо точно Достучаться до родителей И сказать Ну ребята Ну При всем уважении К нашему обществу Ну 200 500 300 Там тысяч Евро Собрать Ну очень трудно На лечение Там Себя ребенка Но это очень трудно Да И гораздо легче Найти 250 евро 130 евро 500 евро Ну это разные пакеты В год Конечно И получить еще В подарок Ваших детей В подарок Защиту В подарок Ну как минимум Ну как минимум С этими вопросами Что это такое Нужно разобраться Я не хочу сейчас В эти нюансы Опускаться Ну да Кстати говоря Ссылка на Лично Сергея Вагла Аккаунт В фейсбуке Будет под этим видео Поэтому если хотите Обращайтесь лично И он ответит На все вопросы И там уже да Будет нужно Много той информации Которая сейчас просто Выходит за рамки Нашего общения Но это есть Отвечаете на вопрос Значит Ответ Да Сегодня в Украине Существуют Рабочие программы Европейского уровня Которые позволяют Простому Паристичному Громодянам За очень адекватные Грощи Понимаешь Вот теперь За спиной у него Стоит 1 миллион Евро защиты И лучшие клиники Которые в случае чего Будут спасать его И его детей Мне кажется Это более чем достаточно Для адекватного человека Для того Чтобы посчитать Риски И выгоды Ну и принимать решения И принимать решения Это просто здорово Скажи пожалуйста Сергей А это мы говорили Сейчас о той Непростой части Что касается Там болезней И вот таких вот вещей Мы конечно Все надеемся С одной стороны Чтобы этого Никогда с нами Не произошло Тем не менее А вот Какие тогда уже Может быть Есть интересные программы И есть ли они Вообще сегодня Для того чтобы Ребенку обеспечить Интересное Его финансовое Какое-то Да будущее такое Как-то вот Позаботиться О финансовом будущем Ну в Список Продуктовая линейка Во многих компаниях Она достаточно большая И там есть в том числе Детские накопительные программы Чем они интересны Для родителей Для родителей Они интересны тем Что Одной программой У нас ребенок Будет и защищен По таким Рискам Как травматизм И хирургия Хирургическое вмешательство Ну то есть Это то Что с дитями Достаточно часто В принципе Может Если ребенок Гиперактивный Ну Я был гиперактивным Ребенком За До момента Когда я пошел В институт У меня были Переломы ног У меня были У меня там Все ноги В каких-то шрамах Там Где-то там Я на Арматурину нарвался Ну мы тогда По стройкам лазили Да то есть Ну вот я точно знаю Что как минимум Там 7-8 раз За свою школьную жизнь Мама у меня В травмпункт Ну условно говоря Отвасила Да Я думаю Что такое Такие события Ну это не потому Что там Это плохо Это жизнь Да Ребенок Ребенок он активный И ничего мы с этого Не сделаем Велосипеды Скейтборды Это нормально Мальчики Девочки Они должны Как это Получать опыт В том числе Из этих вещей Но В таких программах Где мы Накапливаем Это называется Целевые программы Накопление И защита Ребенка Вот я не люблю Страховка Накопление И защита Да Капитала Мы накапливаем Под какую-то Определенную задачу Например Мы решили Что ребенок Будет учиться Там-то Там-то Это стоит Столько-то Столько-то И мы Рассчитали Сколько денег Мы должны Откладывать Ежегодно Например Чтобы вот это Вот этот капитал Скопить В Для поступления Ребенка Плюс Мы считаем Мы же уже умные С вами Грамотные Что этот капитал Нужно защитить Еще от того Чтобы он Не дай боже Не растрынькался На вот эти все риски По здоровью Которые так или иначе Связаны Поэтому в эту же программу Мы Довключили Еще и блок защиты Страховку Да То есть Который будет защищать От От Нецелевого Использования Эти капиталы И таким образом У нас появилась Такая комплексная программа Накопления и защиты Бывают Три случая Три таких Основных Фактора Или задачи На которые Семьи накапливают Деньги Для детей Первое Поступление Второе Это Окончание Института Ну там Какой-то Стартовый Капитал Или Первая Недвижимость Первый Детями Детями И Родители Могут Нам Немного Помогать В этом Отношении Что-то Делать Вот Три задачи Которые Можно Решить Этими Программами Стоимость Будет Варьироваться От того Какая Сумма Нам Необходима На Конечном Моменте Ну да Ну то есть Если мы хотим Поступить В Киево-Могилянку Это цифра Одна Если мы хотим В Гарвард Поступать Это будет Немножко Сумма Другая Чем еще Интересны Такие Программы Для родителей Дело в том Что внутри Этих Программы Зашита Еще Такая Защита Банкомата Того Банкомата В семье Который Платит Деньги Создает Этот Капитал Страховая Компания Говорит Ребята Ну Это же Где-то 16 15 20 лет Вам будете Накапливать Этот капитал Ну 10 лет Да Ну за 10 лет Может все Произойти И у вас же Ребенок Не виноват Что есть Такие Форс-мажоры Ему надо К тому К той Точке Которую Он Мы запланировали Мы должны Получить Именно Ту сумму Денег Чтобы у ребенка Было будущее Да Поэтому Давайте Наверное Сделаем Так Если Не дай Боже Такое Произойдет То Мы Как Компания Вашему Ребенку Будем Эти Деньги Без Вас Накапливать И В Нужные Точки То есть Если Будет Все Хорошо Вы Сами Накопите А Если Будет Все Очень Плохо То Тогда Компания Берет И Начинает Обязательство Берет Такое Папины Грубо говоря Папины Семейные И Семья Начинает И вместо Этого Так Называем Плательщика Начинает Продолжает Накапливать Этого Ребенку Деньги И Когда Срок Программы Действия Заканчивается Ребенок Получает В руки Всю Сумму Денег Который Можно Должен Был Накопить Ему Родитель К Этому Сроку Действия У меня Это Очень Крутые Штукенции У меня Были Одна Случай Очень Позитивный Один Случай Поучительный И Печальный Но Очень Поучительный Позитивный Случай Какой Я провожу Консультацию Мы Дошли До Таких Детских Программ Я Рассказываю Я Тогда Еще Был Не Таким Умным Грамотным Скорее Всего Я Был Таким Полувтюхивателем К сожалению Школа Обучения Страховых Агентов Она Именно Втюхивательная И Кто Попадает Изначально Он Все равно Проходит Эту Школу Я Продукт Той Школы Поэтому Я Не Наверное И Еще Тогда Так Не Рассказывал Ни Про Систему Ни Про Эти Взаимодействия А Я Как Учили Так И Продавал Ну И Родители Конечно Нет Нет Ну Зачем Нам Надо У Нас Хорошая Карма Все Все Будет Хорошо Бизнес Мы Начали Откладывать Деньги И Бла 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 А тут Сидит За столом Дедушка Значит Этой Семьи Солидный Грамотный Такой Мужчина Молча Сидит Пьет Кофе Значит На нас Мы тут Активно Дискутируем С семьей Дедушка Такой Сидит Сережа Я хочу У вас Несколько Вопросов Задать Скажите Пожалуйста А вот Эти Деньги В случае Чего Вот Эти Вот И тыкает В родители Они же Потратить Не смогут Это же Целевые Деньги Компания Не отдаст Им Деньги Даже Если Они Захотят Я говорю Нет Не отдаст Это Детские Деньги То есть Ребенок По истечению Срока Действия Договора Получит Эти Деньги Говорит Хорошо Говорит Я Наверное Вместо Них Открою Такой Депозит На Свою Правнучку Ну Такую Программу И заплачу Сразу Все Деньги Мне уже Много Лет 80 Плюс Я Не знаю Доживу Ли Я Еще 15-20 Лет До Окончания До Того Как Моя Правнучка Вырастет И Будет Поступать Но Мне бы Очень Хотелось Что В момент Когда Она Будет Поступать Депозит Вот Этот Связанный Со Девушка На Твое Обучение И Мне Важно Что Вот Эти Он Тыкает Опять На Своих Детей Эти Деньги Не Могли Просрать И Простите Мне За Мой Французский Я Сейчас Цитирую Этого Мужчину Потом Поворачивается К Этим Детям Он Сидите Тут И Умничаете И Обманывайте Этого Человека На Меня Тыкает Сколько Раз Было Такое Что В вашей Семье Жрать Было Нечего И Для Спасения Бизнеса Вы Выносили Все Запасы Денежные В том числе Детские Накопления Из Семьи Я Это Знаю И Я Это Вижу И Поэтому Я Не Хочу Чтобы В момент Когда Моя Правнучка Будет Поступать У вас Опять Не Случилось Какой Очередной Кризис В Бизнесе И Вы Опять Все Деньги Не Вынесли И Моя Правнучка Не Смогла Реализовать Ту Мечту Которую Она Хотела Я Сидел Дедушка Сделал Все За Меня Я Первый Раз Увидел Грамотную Консультацию Жесткую Но Грамотную Вообще То Да Понимаешь Да И Да И Слава Богу Он Живой До Сих Пор Слава Богу Но Он Осознал Что Это Деньги Которые Не Подлежат Разделу Аресту Снятие Это Целевые Деньги На Конкретную Задачу Он Будет Компания Дождется Окончание Срока Действия Договора Отдаст Тому Для чего Она Предназначена В руки Этому Человеку Да По Дороге Еще Этот Ребенок Будет Защищен Там По Как Минимум Траватизм Хирургии Всех Опциям Все Супер Все Классно Это Вот Пришел ко мне На консультацию Мужчина Он Врач Сам Зав Отделение Был Прекрасный Молодой Парень 35-36 Лет Все Ему Понравилось Сразу Он Говорит Круто Классно Мне Нравится Давай Мне Надо Такой Договор И у меня Трое Детей Трое Дочек Вот На каждую Я хочу Такой Договор Составить Значит Ну Все Ок Да И Через Три Года Он Ко мне Пришел И говорит Сереж Посмотри А у меня В программе Есть Онкология Господи Ну да Четвертая Стадия Ты же Врач Да Я Врач Но Кто Из наших Врачей Когда-то Ходит И проверяется Мы Справки Медосмотра Ну Грубо говоря Нам делают И так Никто В нашей Субкультуре Нет Уважения К своему Капиталу Здоровья Нет Это В Германии Ты не получишь Не знаю Там Кредит И пока Ты не покажешь Свежую Справку О своем Состоянии Здоровья Ну Тебе там Надо Каждые полгода Ходить к врачу Как минимум Проверяться А у нас же Такого нету Ну и случилось То что случилось Тогда еще таких Программ не было К сожалению О котором я говорил Тогда Тогда были программы Встроенные Программы Накопления Защиты И там Не очень Большие суммы 100 тысяч Гривен Грубо говоря Компания Выплатила 100 тысяч Гривен Он даже Не начал Лечиться Он говорит 100 тысяч И мне не хватит Ну 100 тысяч Гривен На мое Заболевание Чтобы Активно С этим Бороться Говорит Это пышные Похороны Я не буду Этого делать Я лучше Эти 100 тысяч Одам еще И семье Но в итоге Произошло То что произошло Мужчина умер К сожалению Четвертая степень Это достаточно Тяжелое Заболевание Но По всем Семья получила Сразу же Компенсацию Достаточно Большую И по всем Трем дочкам Компания До сих пор Создает им Резервные Учебные Которые папа Для себя Спланировал И начал делать И К окончанию Срока Действия договоров Все три девочки Получат деньги На учет Ну да Печальная история Но Печальная Но получительная Здорово что состоялось Это закладка Это закладка Да Сергей Я как-то у тебя В фейсбуке Заметил такой пост Хочу чтобы ты Идею основную Зафиксировал Вот прямо В видео формате Эта идея твоя Мне очень понравилась Она Про твои цифры Но красиво Правда Опять про наших Айтишников Ты как-то написал Что если У меня два сына Просто Так или иначе Связаны с Айти У меня для меня Это как бы Прямо Личное Личное Это личное Это моё личное Дело Класс Ты сказал Что высказал Такую мысль Что если Айтишники Наши Все будут Я сейчас так Вот ты поправь меня Там да Если каждый наш Айтишник Который работает Будет заботиться О своем Финансовом будущем То В результате Очень сильно Выиграет страна Да Расшифруй Расшифруй Я так Поверхностно Это понял Но понял я правильно Мой месседж Следующий На сегодняшний день Айти Специалисты Это является Скрытым Внутренним МВФ Нашей страны То есть Ту сумму денег Которую Айти Отрасль В лице Айти Специалистов Может аккумулировать В виде Личных Капиталов Не бизнесовых Личных Капиталов Соизмеримые И инвестировать Внутри страны Хотя бы Депозиты Хотя бы Облигации Госзаймы Те вещи Которые доступны Им Эти суммы Соизмеримыми С траншами МВФ Которые Мы Как страна Принимаем Доказательство Очень простое На сегодняшний день Последняя статистика Говорит о следующем У нас 2600 долларов Это Средний Доход Айтишника Количество Людей В отрасли По-моему 250 тысяч Человек Если я не ошибаюсь Отрасль Дает Прирост В этом году Прирост Снизился И дал 16% На секундочку В прошлом году Дал Прирост 24% То есть В среднем Отрасль Прирастает В количестве В объемах В штуках Айтишников В человеках На 20% В год Ну Пять лет И мы Удвоим Нашу отрасль Грубо говоря Удвоим Да Точно Это будет 500 тысяч Полмиллиона Полмиллиона Наших айтишников Даже больше Со средней зарплатой Теперь Смотрим Про среднюю зарплату 2600 долларов Опять же Мой опыт Показывает Что сегодня С этой зарплаты Совершенно комфортно При Включении Определенных Наработки Определенных Первичных навыков И вот этой Психологической Расколдовки Как я говорю Или разблокировки Как правильно У психолога Я не знаю Но их надо Расколдовать Я всегда считаю Что этот Паттерн Не хочу Не буду Опасно Не в нашей стране Чуть позже Его надо просто Расколдовать То есть Если мы снимаем Вот эти вот блоки Показываем Что это мотивационно И комфортно Запускаем Эти процессы То потенциально При средней зарплате Две шестьсот Пятьсот долларов Мы можем Совершенно спокойно Откладывать Совершенно спокойно И мы имеем Вот эти вот суммы Которые соизмеримы Там С четырьмя Пятью Миллиардами Долларов Которые будут Аккумулироваться Внутри страны Которые будут идти На Кредитование На Инвестирование Ну и так далее И так далее И так далее Ну Шо еще Шо еще стране надо Задача только одна И тут вопрос Не в стране Страна уже сдала Как мы там Мы бы В сторону Нашего парламента Или Министров Дули не тыкали Да Но на самом деле Проблема в нас Не в них Сегодня Инструментов Для первых шагов Хватает Мало того Финансовая отрасль Развивается После 2014 года Ну Семимильными шагами Имплементируются Новые Протоколы Мы Все Более и более Становимся Проевропейскими В моделях Поведения бизнеса Именно Банковского И просто Финансового Ну то есть Скорость Трансформации Сектора Просто поражает В хорошем смысле Скорее всего Два Три Четыре Года И у нас Тут будет Германия Ну условно говоря Со всеми Разрешительными И возможностями Которые существуют И Вопрос Уже не В системе Система делает Все что надо Но скорость Изменения Сознания Или финансового Поведения Финансовой культуры Среднестатистического Айтишника Пока что Еще Сильно Отстает От Индекса Развития Всей отрасли Задача Простая Задача Ну нужно Этим ребятам Показать Что у них Сейчас есть Ну знаете Там Золотой пропуск Да У них сейчас Джекпот Да Этот Джекпот Не на всю Жизнь Ну Потому что Опять же Из-за того что Отрасль Быстро Развивается Из-за того что Она очень Динамичная Выгорание Внутри Этой Отрасли Замещение Специалистов Внутри Этой Отрасли Гораздо Выше Чем Во всех Остальных Отраслях Ну да Поэтому В кавычках Старого Айтишника Надо еще Поискать Они Да Они есть Но это Не В том Процентном Соотношении Как это В других Отраслях Бизнеса И предпринимательства Пожилых Охранников Больше Пожилых Айтишников Да Сто процентов Понимаешь Поэтому Ребята У вас есть 20-25 лет Максимум До момента Пока вы Войдете В рисковую Зону Вашего Замещения Или потому Что вы Не потянете По мозгам Или потому Что вы Не потянете По возрасту Или потому Что вы Просто Сотретесь И произойдет Это внутреннее Выгорание Которое Сейчас уже Происходит У 30-летних Айтишников Что там До 50 Я сегодня Это наблюдаю 30-35 Все уже Реально Уставшие От их Огромного Объема Работы Но мозговой Который не делает Поэтому У вас есть 25 лет Грубо говоря С 24 Плюс До Грубо говоря 45 Плюс И вот За вот Это Период Охранником Потому что Он складывает Эти две суммы И неплохо Живет И ездит На рыбалку Да Но Чтобы Айтишнику Была Хорошая Пенсия МВД Мы не желаем Охранник Но У вас точно 20-25 Плюс лет Не более Для того Чтобы создать Вот эти Капиталы Финансовой свободы Лично для себя И начинать Нужно Они сейчас Я вижу Многие ребята Айти Лезут В очень Рисковые Активы Цифровые Активы Биткоины Но Это отдельная тема У меня к нему Особое отношение Я считаю Что в принципе Что угодно Можно Если ты создал Вот этот Неприкосновенный Базовый Фундамент Вот на нем Ты можешь Экспериментировать Как угодно А вот фундамент Должен быть Создан по классике Все таки Вот ты создай Пожалуйста Фундамент По классике А дальше Экспериментируй Ну Сложил Там какой-то Карточный домик Ветером Это все Разрушилось Ну Фундамент Остался Окей Венечком Свои Разруху Убрал Там Следующий раз Что-то Покрепше Сложишь Пока ты молодой Ты можешь Экспериментировать Окей Я с благодарностью Но фундамент Пожалуйста По классике Создайте его И поддерживайте В рабочем состоянии А это фундамент Это базовые Капиталы Человека Которые нужно Сделать И базовые Защиты Своего капитала Которые нужно Сделать Если вот эти Вот вещи Сделаны В семье И поддерживаются В рабочем состоянии Пожалуйста Экспериментируйте Ну да Это важно Кстати Это важно Ну и на закуску Я оставил Такой момент Листаю как-то Ленту Фейсбука И думаю Вот неужели Сергей Занялся продажей Каких-то запчастей Сельскохтехники Что-то такое Вообще Ну то есть Что это Это про что Что за Ротари-клуб Что за Может турбины Уже какие-то Там делают Может какое-то Направление Новое открыл И главное Что интересно Там же фотографии Есть Там много людей Все счастливы Ну как мы Обычно привыкли Видеть Это прекрасный вопрос Что это такое Ротари-клуб Что это такое И как вообще Он появился Вот ты понимаешь Это вот Печалька нашего общества К сожалению Ротари-клуб Это международная Организация Которая имеет Отдельное Место Как государство В В ООН Можете себе Представить То есть Это серьезно Специалисты Ротари писали Конституцию ООН Рузвельт Ротарианец Маргарет Тэтчер Ни не здравствующая Ротарианка Ангела Меркель Канцлер Германии Ротарианка Билл Гейтс Ротарианец Вот что такое Ротари в мире Это сообщество Клубов Благотворителей Меценатов Доноров Людей активных Которые хотят Делать мир лучше Это чистая Благотворительная Организация Имеющая Американские корни 116 лет назад В 1905 году Четыре предпринимателя Собрались вместе И решили организовать Первую ячейку Ротари Ротари Ротация То есть они ходили К друг другу В гости И на фирмах У каждого Каждый день На новом месте Каждую неделю На новом месте Собирались И вот И первые И потом они решили Не просто С друг с другом Дружить Помогать Друг другу Бизнес Сделать Они еще Решили Делать Какие-то Благие Дела Они начали Купили Телегу С лошадью Для священника Чтобы ему было Легче Перемещаться Построили Первые Общественные Туалеты В Чикаго Ну и после Этого Этот процесс Пошел Ну и на Сегодняшний Момент Уж прости Это Но Благотворительный Фонд Ротари Второй В мире По размерам Это так На секундочку Количество Ротарианцев В мире Миллион Двести Человек Да Тридцать две Тысячи Клубов Существуют В Украине Из них Шестьдесят Четыре Клуба Существуют Только В нашей Украине И Тридцать две Тысячи По всему Миру Существует Туда Ну это Такая Туда Входит Знаешь Такая Прямо Ну как Лучшие Люди Скажем Так Лучшие Люди Которые На определенном Уровне Своего Жизненного Пути Поняли Что Отдавать Лучше Чем Брать Да Или И Есть Такое Понятие В роторе Служение Служение В высшей Степени Служение Обществу Через Свои Дела Через Свои Поступки Через Поддержка Каких-то Благих Дел И Благих Намерений И Огромное Количество Мега Крутых Проектов Роторе Украина Даже В наши Вот эти Клубы Делают Я За лентой Новостей Слежу В общем Что я тебе хочу сказать Это Очень мощная Очень Системная Очень Статусная И Очень Действенная Организация По Деланию Хороших Дел Которая Объединяет Вот таких Очень Интересных Людей Вот Что такое Роторе И В Харькове У нас 7 клубов Роторе Было И Вот Буквально 27 Мая Я И Мои Друзья Мои Партнеры Мы Организовали Новый Клуб Роторе Называется Харьков New Level Новый Уровень Вот У меня Собой Значок Чартерного Члена Мы Его Носим Как Роторе Ну Вот Что Такое Роторе То есть На самом Деле Это Печальная Печалька Что В Украине Пока Что Роторе Вообще Практически Мало Кто Знает Потому Что В мире И Ты Высшей Степени Эксперт Профессионал Своего Дела Потому Что Приглашение В Роторе Это Только Эксперты И Профессионалы Своего Дела И Ты Находишься В своем Профессиональном Служении Как Эксперт Профессионал И Еще Ты Находишься В служении Как Благотворитель Меценат Донор Делатель Хороших Дел И Для Тебя Это Тоже Не Разовое Какое-то Системное Явление И Вот Это Вот Такие Люди Объединяются В эти Ротарианские Клубы И Для Мира Это Совершенно Четкий Показатель Твой Значок Ротарианский Что Это Такой Мульти Паспорт По Всему Миру Одинаковый Абсолютно Одинаковая Система Вот Этих Отличительных Значков По Всему Миру И Уолт Дисней Ротарианец И Клуб Который Клуб Который Ротарианский Который На базе Уолта Дисней Имеет Право У них Значок Такой С ушками Микки Мауса Но Это Конкретно Люди Из этого Клуба Ну В общем 116 лет Истории Ротари Можете Представлять 116 лет Люди За это Время Не Поубивали Друг Друга Не Разругались Не Разбежались Разные Стороны А 116 лет Система Работает Генерирует Лидеров Воспитывает Лидеров Собирает Лидеров Мнений Собирает Вот этих Профессионалов Сверх Высокого Уровня Которые Находятся Вот в этом Служении В эти Клубы Объединяет Их Между собой Ротари Ротари Говорит О том Мы Должны То есть Она Даже Настаивает Чтобы Мы Например Сегодня С Украины Дружили С клубами Великобритании Германии Немцев Существует Такое Понятие Как Глобал Гранты Это Внутренние Гранты Которые Само Ротари Как фонд Выдают Для того Чтобы Этот Глобал Грант Получить Недостаточно Написать Просто Заявку Грантовую Ты должен Найти Клубы Партнеры Три Четыре Клуба Партнера За рубежом Я Сейчас Расскажу Историю Наших Друзей Измаил Эти ребята Которые Помогают Нам Выстраивать Систему Ротарианского Жизни Клуба Ребята Задумались Над Таким Вопросом Как Принести Привести Измаил Измаильский Район Современные Коляски Инвалидные А так же Всякие Гаджеты Которые Позволяют Людей С ограниченными Способностями Более Себе Менее Адекватно Чувствовать Чтобы Это были Легкие Коляски Титановы И все Остальное Прочее И они Начали Писать Этот Грант И Начали Рассылать Предложения По многим Клубам Ротарианским Которые Могли Б Их Поддержать В этом Вопросе Чтобы Ты Понимал Ребята Положили Несколько Тысяч Долларов Своих Ротарианский Клуб Выделяет Из своего Бюджета А есть Членские Взносы Выделяет Из этих Членских Взносов Какую-то Сумму И клубы Партнеров Тоже Выделяют Эту Сумму Так вот Канадский Клуб Как мне Ребята Из Измаила Говорили Мы Этих Лидей До Этого Вообще Не Знали Они Просто Отписались И сказали Мы Тоже В этом Проекте Нас Десять Тысяч Долларов Американский Клуб Еще Пять Тысяч Долларов Там Еще Какой-то Австрийский Клуб Еще Какой-то Все Клубы Кому Это Было Интересно Они Просто Скидываются Вот Этими Штукенцами Потом Фонд Ротари Удваивает Сумму Которую Собрали Клубы Самостоятельно И Вот На Эту Сумму Потом Уже Осуществляется Этот Проект Итого Ребята Вложив Две Тысячи Плюс Долларов Своих Собственных Средств Времени Конечно Немерено И Усилий Они Привезли На Семьдесят Тысяч Долларов Три Контейнера Или Два Контейнера Вот Этих Колясок Гаджетов Стульчиков Бандажей И так Далее Они Обеспечили Всех Своих Людей В своем Районе Области Вот Этим Всем Вещами Можете Представить Это Это же достойно восхищение Достойно Это достойно восхищение Это И такого А Новые пожарные машины В Черкасах А поддержка Витрыльная Не поддержка Была В Черкасах Была В Черкасах В Черкасах В Черкасах Или в Николаеве Витрыльная школа Детская Она была Потом После Союза Одна из самых мощных Потом она Перестала существовать Ротарианцы На свои собственные деньги Возобновили Ее работу И сейчас Ее поддерживают Закупают им яхты Ну вот такие Ялики небольшие На которых дети Из простых семей Могут обучаться Витрыльному спорту И такого Вот такого Просто вот Каждый день Я смотрю в ленте Новостей Каждый день Люди присылают Привозят Помогают Делают Новое оборудование В онкоцентры ставят Ну вот Вот что такое Ротари В мире И вот что такое Ротари в Украине Здорово Спасибо за интервью Сергей Спасибо что нашел Время Выделил И как всегда Приятная беседа У нас состоялась Я уверен Много полезного Люди узнали сегодня Для этого Мы собственно И собрались Потому что Набрался такой Сгусток Такой вопросов Который вот Сергей По моему По моей задумке Должен был Просто Развязать И раскрыть Спасибо 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 Сергей Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok